Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Ирины Меркурьева. Чем запомнили синопчанам и гостям курорта минувшие 7 дней и как эти события повлияли на жизнь города-курорта, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. Шквалистый ветер с порывами до 37 метров в секунду обрушился на Напу в ночь на 24 сентября. Стихия оставила без света тысячи жителей города и сельских округов и натворила немало бед на улицах курорта. Сотни поломанных веток и повальных деревьев, разрушенные рекламные конструкции и перевернутые торговые павильоны. К ликвидации последствий стихии в городе и сельских округах приступили незамедлительно. Аварийно-восстановительные работы начались ночью. Энергетики вышли на ремонт высоковольтных линий, а также отработали 30 заявок жителей частного сектора. Утром 24 сентября в администрации Анапы прошло экстренное заседание КЧС под руководством главы курорта. Сергей Сергеев потребовал бросить все силы на восстановление жизнеобеспечения города-курорта. Главной задачей определил возвращение энергоснабжения в садики и школы и в дома анапчан. К работам энергетики привлекли дополнительные силы, и уже утром в ремонте линии электропередачи было задействовано 16 бригад. Еще одна задача, которую поставил глава курорта перед участниками заседания – мобилизовать все силы для расчистки улиц, проезжих частей, дворовых территорий от поваленных деревьев и мусора. На общегородском планерном совещании мэр Анапы поблагодарил организаторов и причастных к проведению праздников минувшие выходные. Силовики отметили, все городские массовые мероприятия прошли без происшествий и нарушений правил общественного порядка. Ревизию муниципального имущества в трех общежитиях проведет межведомственная комиссия. Проверку проведут в рамках подготовки жилого фонда к осенне-зимнему периоду. К работе привлекут специалистов миграционной службы. Об этом доложила первый заместитель мэра Анапы Светлана Яровая. В городе-курорте реализуется краевая программа по установке приборов учета, и в этой работе глава города призвал чиновников сотрудничать с представителями органов территориального самоуправления. Они досконально знают все дома, и их знания помогут предотвратить многие проблемы, связанные с установкой счетчиков. В 2015 году городской бюджет перейдет на программную основу в тестовом режиме. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина читалась об итогах инвестиционного форума в Сочи, отметив эффективную работу анапчан. Глава города отметил, реализацию инвестиционных проектов будут контролировать на каждом этапе. Слепой застройки города не допустят. Чуть менее года назад принят генеральный план развития Анапы. Документ основополагающий, но не догма. В генплан вносятся изменения с учетом особенностей города-курорта и в интересах анапчан. Такой же принцип сохранится при работе с инвесторами и застройщиками. На этой неделе в Анапе прошел 14-й российский муниципальный форум. Представители органов территориального самоуправления со всей России приехали обсудить вопросы развития местного самоуправления. Исследователи, ученые, преподаватели крупнейших вузов страны, делегации органов местного самоуправления из регионов России обсудили неоднозначную реформу. Самые эмоциональные споры ведутся вокруг 131-го федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Три дня работы всероссийской дискуссионной площадки расписаны по минутам. Участники видят будущие системы самоуправления именно в эффективном взаимодействии с населением и представителями органов ТОС. В минувшие выходные Анапа отпраздновала День города и 71-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. День города в курортной Анапе начался автопробегом с праздником «Любимый город», который стартовал в 9 часов. Автоколонна проехала по главным улицам города. Участники автопробега возложили цветы к мемориалу на Старом кладбище и другим памятникам военной истории Анапы. И с самого утра в Анапе началась череда праздников. На улице Горького гостей и жителей курортной Анапы встречали за накрытыми столами организаторы кулинарного фестиваля «В каждом блюде аромат традиций». Здесь же на главной прогулочной улице расположились жители города мастеров. Удивляли рукотворными шедеврами и предлагали пройти мастер-класс, не отходя от столов с сувенирами. Аромат шашлыков, музыкальное сопровождение. На каждом шагу своя история и праздник, объединенные общим. В Анапе – День города. И в это же время в городском театре для оценителей духовных идей автор уникальной фотовыставки Сергей Полевец представил свое видение паломничества из Византии на Святую гору Афон. Удивительная природа, портретные снимки старца Венедикта, монастыри, вписанные в уникальные фотопейзажи, оригинальная архитектура монастыря Афона, русский монастырь Святого Пантелеймона с подробным описанием. Вместо трех тысяч сейчас в нем проживают 40 монахов. На этом сюрпризы праздничного дня не завершились. Гости, курортные Анапы и жители ожидал главный праздник на театральной площади. За час до главного торжественного момента на площади фонтанов у здания администрации выступили музыканты и артисты. По соседству провели молодежную акцию «Я самый анапчанин». Праздничная программа «Город сердцем хранимый», посвященная главному богатству курорта анапчанам, началась на театральной площади. Глава города Сергей Сергеев приветствовал собравшихся зрителей анапчан и гостей курорта и поздравил особо отличившихся в профессии за год. В этом году этого звания почетный гражданин города-курорта удостоены генеральный директор санатория Анапы Борис Рогозян и дирижер Народного духового оркестра Валерий Степанов. 20 анапчан в этом году заслужили право отметиться на доске почета. Официальную часть сменила яркая творческая. Впервые на курорте выступил краснознаменный ансамбль песни и пляски Черноморского флота России из города-героя Севастополя. Впечатлили даже искушенных. И на смену исполнителям «Яблочко» вышли артисты кубанского казачьего хора под руководством профессора-композитора Виктора Захарченко. Земляков поздравили творческие коллективы Анапы. И для всех, собравшихся на площади, несмотря на прохладный вечер или дома у телевизоров, наблюдавших за событиями на театральной площади в прямом эфире нашего канала, небо над Анапой раскрасил праздничный фейерверк. Ежегодный смотр-конкурс патриотической песни состоялся 21 сентября. У Стеллы город воинской славы. Так маленькие анапчане отметили 71-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. И приняли участие в общем большом празднике. И еще одно яркое мероприятие минувших выходных. В воскресенье на площади уекина концертного зала «Победа» развернули военно-полевую кухню. Анапчаны и гостей курорта угощали солдатской кашей. Аромат Победы и славная традиция гречневой каши привлекла сотни гостей. За пару часов 800 килограммов солдатской каши, привезенной на площадь, раздали анапчанам и гостям курорта. Люди постарше отметили, о таком угощении во время войны только мечтали. Вкусная и символичная традиция по-прежнему одна из самых любимых сопровождает главные праздники в Анапе – День Победы и День Освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Память погибших воинов, освобождавших Анапу от немецко-фашистских захватчиков, почтили минуты молчания в сквере боевой славы и у мемориала воинам-освободителям. И еще ряд памятных акций прошел на уходящей неделе. Минуты молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и дали залп из винтовок в честь доблестных воинов. К вечному огню и ко всем мемориалам в городе воинской славы возложили цветы и венки. День 21 сентября в этом году отмечен еще одним значимым событием и долгожданным. В воскресенье на сцене летней эстрады торжественно открыли 23-й фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок». В этом году церемония прошла как виртуальная экскурсия по программе фестиваля. Организаторы презентовали программу кинофестиваля и официально в торжественной обстановке пригласили напчан на просмотры художественных фильмов. В этом году показы проходят на нескольких площадках. Вот такой мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Все городские службы максимально задействованы в уборке города после стихии. В помощь коммунальщикам выделены дополнительные силы. Более 5 миллиардов рублей на развитие города-курорта привлекли участники инвестиционного форума в Сочи. Праздник каждый день. В 12-м микрорайоне города провели очередной детский праздник. Знакомьтесь, победители конкурса «Самый лучший двор» и участники рубрики «Чисто по-соседски». Сейчас обо всем подробнее. Жизнь Анапы входит в нормальный ритм. Восстановлено энергоснабжение, налаживается погода. На городских и сельских улицах наводится порядок. В субботниках со вчерашнего дня задействованы все. Общественники, студенты, муниципальные служащие, сотрудники городских служб и предприниматели. Общими усилиями убираются скверы, парки Анапы, центральные улицы и периферия. Волонтеры и работники коммунальных служб грузят собранные ветки и мусор в спецтехнику. В парке «Ореховая роща» пострадало много деревьев. Работают специалисты предприятия «Ремстрой», спиливают сломанные ветки. После их стараний прогулки в парке опять безопасны и приятны. За два дня активной работы горожан парк практически очищен от бурелома и мусора. Второй день наводим, устраняем последствия ураганного ветра нашего. Наводим порядок, распиливаем деревья поваленные, ветки убираем всю территорию, чистим. Надо навести же здесь порядок. Студенты Анапского сельхозтехникума берут пример бескорыстного энтузиазма со своего классного руководителя. Владислав Иванов успевает все – и листья собрать, и мешки погрузить, и подопечных проконтролировать. Дети молодцы, все добросовестно отнеслись к выполнению своей работы. И близлежащую территорию очистили от мусора, упавших веток и прочего, что осталось после недавнего урагана. Жильцы домов по улице Протапова вышли на уборку придомовой территории. Убрать листву и сломанные ветки для них нетрудно. Чтобы увидеть Анапу такой, как привыкли – чистой и аккуратной. Я считаю, что после такого урагана, после такого ветра, после такого катаклизма, который обрушился в наш город, не только администрация должна принять посильное участие и предпринять все меры для того, чтобы город наш был по-прежнему чистым, по-прежнему радовал глаз. Ну и все жители должны, кто может, кто имеет возможность, должны принять посильное участие в уборке города. Тем более, что около каждого дома нетрудно собрать листья, мелкие ветки. К общегородскому субботнику присоединились и гости города. Роберт Басев приехал в Анапу отдохнуть. После штормового ветра хозяева дома, в котором он гостит, вышли на уборку двора. Роберт решил помочь. Я приехал из Северной Осетии, город Беслан. Я хочу, чтобы этот город был так же чистый, как и наш Беслан. И вот помогаю, убираю здесь. Погода в Анапе установилась теплая и солнечная. Впереди выходные. Анапчан призывают выйти на субботник и убрать придомовые территории. Обращение к хозяевам коммерческих объектов и предприятий. Также навести порядок на прилегающей территории. Чтобы начало новой недели город-курорт встретил привычно чистым и красивым. А Анапчане вновь помогают соседям справиться с бедой. На этот раз трудовой десант наших земляков отправился в станицу Должанское Ейского района. Населенный пункт сильно пострадал от нагонной волны во время стихии 24 сентября. Задачу мобилизовать все силы края поставил губернатор Кубани. Совещание в режиме видеоселектора Александр Ткачев провел из наиболее пострадавшего от непогоды Ейского района. На связи в муниципальных студиях весь край. Губернатор объяснил, ситуация в Должанской похожа на крымский сценарий. Самостоятельно люди не справятся. Объем большой, почетно. И здесь одному району справиться невозможно. Коллеги, я хочу, понимая все проблемы, все трудности, которые есть у каждого из вас, но, тем не менее, мы должны помочь руку помощи коллеги Михаилу Николаевичу и, естественно, жителям этого района. Анапа еще сама до конца не оправилась от стихии, обрушившейся на курорт в ночь с 23 на 24 сентября. Но остаться в стороне от соседской беды не может. Значит, люди едут в станицу Должанскую Ейского района по образу и подобию Крымска. Там затопило убирать грязь, восстанавливать хозяйство, помогать. Как вот мы с первого дня начнем работать, такое впечатление останется. Сборы более чем оперативные. Несколько часов на то, чтобы подготовиться к сложной командировке. Трудовая бригада Анапы насчитывает 53 человека – сотрудники администрации, городских аварийно-спасательных и коммунальных служб. Людьми помог и каждый сельский округ. Несколько единиц техники и инструмент. Отправление назначили на полночь. В 7 утра общий сбор в Должанке. Основная задача, которая стоит перед анапчанами – разбор завалов и уборка территории. Бизнес и власть. Диалог налажен. 5 миллиардов рублей в развитии экономики и санаторно-курортного комплекса «Анапы», в строительство жилья и производственных площадей. Готовы вложить инвесторы. Договоренности не на словах, а на деле достигнуты на инвестиционном форуме в Сочи. Как это было за кулисье главного экономического события года в высоких гостях форума и искусстве вести переговоры. Подготовка к событию, которая на несколько дней станет главной экономической новостью в 47 странах мира, началась задолго до официального открытия. Шутка ли освоить площади самой большой конгрессно-выставочной площадки Краснодарского края – главного медиа-центра. «Анапа» представляла свои проекты сразу на двух выставочных площадках в составе экспозиции Краснодарского края и в зале городов и районов России. Ненавязчивый дизайн, архитектурный макет, мини-копия будущего пятизвездочного отеля, на экране презентационный фильм о курорте. Шаг за шагом выставочный павильон приобретает завершенный вид. Накануне открытия форума в Сочи прибыл глава «Анапы». Сергей Сергеев обсудил с подчиненными организационные вопросы и заглянул к соседям, подчеркивая – обмен опытом. Вечером, 18 сентября, в главном медиа-центре побывал заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Особое внимание – экспозиции Краснодарского края. Пятница, 19 сентября – день высоких гостей, актуальных дискуссий и деловых переговоров. С краевыми властями Сергеев обсуждает перспективы реализации проектов. С инвесторами очерчивает направление будущего сотрудничества. Каждая принесет новые рабочие места и миллионные налоги в бюджет. А это развитие инфраструктуры и экономики курорта. У нас все проекты, которые мы подписываем, они важны для города-курорта. Все они направлены на улучшение курортной отрасли, на улучшение комфортности проживания на территории. Впервые, наверное, за много лет – это проекты, которые обеспечены земельными участками, реальными. Ну, вы сами должны представлять, что такое реальный земельный участок на территории города-курорта. Сели за стол переговоров, подписали в общей сложности 12 соглашений. Здесь и создание новых экскурсионных точек, комплексное жилищное строительство, масштабная реконструкция предприятий курорта. Ожидания от участия в форуме оправдались. 5 миллиардов рублей инвестиций привлечено на территорию. Уже по возвращении делегации в Анапу глава благодарит за хорошую организацию. Хочу поблагодарить всех, кто подготовительную работу осуществлял, всех, кто работали там. Молодцы. Молодцы. Вот так все мероприятия должны готовиться. И подчеркиваю, реализация всех проектов будет идти в соответствии с генпланом и не в ущерб интересам людей. И к другим темам. Спортивный зал в гимназии Эврика готов к проведению уроков физкультуры. Ход ремонтных работ шел, что называется, со скрипом. И глава Анапы взял его на личный контроль. Очередной визит в гимназию и встречи Сергея Сергеева с директором состоялись 29 августа. Что сделано на сегодняшний день, расскажем подробнее. За два дня до начала учебного года глава города Сергей Сергеев лично проверял, что сделано в спортзалах гимназии Эврика и школу номер 7. Спортивный зал гимназии не успевали сдать в срок. На стенах свежая краска, пол был без покрытия и еще даже не был залит стяжкой. Раздевалка тоже была не готова. Но через несколько дней ремонтные работы в спортзале завершились. Благодаря усиленному контролю власти города за проведением ремонтных работ уже сейчас спортивный зал гимназии Эврика полностью готов к проведению урока физкультуры. Капитальный ремонт спортивного зала в этом году для гимназии стал настоящим подарком. В зале сделано много. Новое покрытие, заменили отопительную систему, обновили спортивные снаряды. Завершены работы в раздевалках. Старую сантехнику заменили, установили новые душевые. Дети очень довольны, потому что такого спортивного зала у них не было. И 1 сентября они пришли, посмотрели на этот спортивный зал и говорят, хотим заниматься физкультурой. Физкультура будет для нас любимым предметом в таком прекрасном спортивном зале. Помимо уроков физкультуры в этом зале проходят и спортивные секции по баскетболу и гандболу. В новом учебном году открыта еще одна секция УШУ. Уже со второй четверти обновленный спортивный зал будет принимать учеников гимназии, где заниматься спортами будет гораздо удобнее и приятнее. Мы узнали еще об одном событии. Подробности смотрите прямо сейчас. Марина Полевская 40 лет была председателем ТОС. Постоянные заботы о благоустройстве дела уступили место часу потехи. Активистов территориальных органов самоуправления наградили дипломами и памятными подарками за эффективную работу. Если пройдете по территории, у нас очень чистые, ухоженные дворы. В нашем ТОСе 10 домов. Мы проводим субботники. Мы заняли третье место по краю в краевом конкурсе. Нас наградили денежной премией 200 тысяч рублей. Мы сделали благоустройство дворов. Поздравил активистов начальник правового управления администрации города Сергей Усков. С подарками пришли депутаты совета Елена Некрасова, Игорь Филимонов и Александр Журавель. Мы проводим очень большой праздник в 12-м микрорайоне округ Восточный. То есть мы сегодня чествуем самых активных и лучших жителей, которые принимают участие в жизни нашего 12-го микрорайона. Все болеем душой за свой микрорайон и вообще за город. Детский город-курорт. Дети наши здесь, внуки наши. Это наше будущее. Поэтому мы хотели, чтобы город был красивый. Юные артисты-сольники и творческие коллективы Анапы выступили перед жителями микрорайона. Кульминацией праздника стал приезд звезд фестиваля «Киношок-2014». И, конечно, мы обязаны почествовать на праздниках микрорайонов, на праздниках с жителями, почествовать лучших жителей. Тех людей, тех наших соседей, которые наш город делают краше. Которые живут нашим городом, которые болеют за наш город, которые бескорыстно отдают все свое свободное время на благо нашего города, на расцветание нашего города. На то, чтобы наш город был еще краше, еще лучше. Праздники микрорайонов в городе и районе продлятся до конца недели. Итоги городского конкурса на самый благоустроенный и уютный двор подведены. Победителей наградили на праздники Дня города. Мы познакомились с участниками и победителями городского конкурса в нашей еженедельной рубрике «Чисто по-соседски». Открывает список победителей конкурса на почетном третьем месте частный двор в станице Гостогаевской. Валентина Шкуро родилась и выросла здесь. На время переехала в Ростов и все время мечтала о возвращении в родную станицу. Когда проживаешь на Кубани, в таком прекрасном месте, и когда ты дитё природы, то жить в многоэтажке очень сложно. Я жила там как в клетке, можно сказать, птичка. И мне всё время снился Гостогай, с его садиками, с иногородиками. И вот когда мне пришлось вернуться на родную землю, то первое, что мне захотелось, сделать уютный дворик. Чтобы можно было отдохнуть, чтобы встретить, посидеть с друзьями, с родственниками. Уютный дворик Валентины занял третье конкурсное место. На втором – цветущий двор Марии Цемляковой. 40 видов гераний из разных стран. Редкий махровый гибискус, бругмансия и другие редкие пышноцветы украшают двор победителя конкурса. За канадской елью прижился экзотический киви. А начиналось всё с малого. Любовь к цветам и зелёным растениям на втором месте. Первое. Первое место и звание победителя конкурса в этом году достоин уютный двор семьи Блажко. На одном участке собрана коллекция декоративных, фруктовых, редких, южных и красивых, суровых и тонких одновременно растений и кустарников из Якутии. Иностранные плодовые благодарят за уход и заботу. У нас есть гранат, у нас растёт киви, лавровый лес мы, конечно, не ходим и не покупаем. Вот он, куст стоит, растёт. Значит, редкие. Два растения у нас, которые занесены в Красную книгу. Муж приобрёл их, конечно же, не где-то там, не выкопал, потому что их не найдёшь. Конечно, это мы у селекционеров эти растения брали. Мандарин, лимон, апельсин. Урожай собираем. Вот это дерево кинкан, это маленькие мандаринки, если вы видели, продолговатые, очень вкусные. Причём они, когда растут именно в грунте, в открытом, они намного слаще, чем, допустим, выращиваются где-то в питомниках или очень вкусные. Сочный, зелёный и цветущий двор семьи Блажко занимает. Первое место среди самых лучших и уютных дворов города и сельских населённых пунктов Анапы. Новости спорта продолжают выпуск. Пловцов, которые представят Краснодарский край на чемпионатах Южного федерального округа и России, определяют на краевых соревнованиях по плаванию. Соревнования проходят в Анапе, в детско-юношеской спортивной школе «Виктория». Спортсмены из 14 команд Краснодарского края готовы нырнуть за победой. Тренеры и болельщики напряжённо наблюдают с балкона, поддерживают своих пловцов. На этих соревнованиях у нас 198 участников. Самая большая команда из города Краснодар, более 60 человек. Затем идут команда Анапы и команда повода Новороссийск. По спортсменам самые явные лидеры, конечно же, это, опять же, Анапа, Новороссийск, ну и Краснодар. Как правило, из этих городов самые выдающиеся результаты. Ну и не только, конечно, развивается, а также во всех остальных. Сейчас у нас по краю строится очень много бассейнов. Каждая секунда может решить исход соревнований. Плавание тренирует силу воли, умение собраться, физическое развитие и характер спортсмена. Меня привезли родители, затянули спорт, и всё понравилось. Пошло, поехало. Хотелось выиграть, но получилось чуть-чуть так. Поднимая облакобрызг под свист болельщиков, пловцы контролируют каждое движение. Смешение стилей не допускается. Самые быстрые и собранные попадут в сборную края. Наши соревнования проводятся традиционно именно в этот период, в сентябре месяце. Мы проводим чемпионат и первенство Краснодарского края. Это отбор для формирования сборной команды Краснодарского края, для участия в чемпионате Юдного федерального округа, который пройдет в октябре месяце, и в чемпионате России, который пройдет в ноябре месяце. Соревнования продлятся до 27 сентября. После назовут победителей, и для спортсменов начнется новый этап тренировок. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов, тайной медной горы и золотой цирк Юрия Никулина, который 27 сентября в 19 часов дает свое последнее представление в этом году. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, золотой цирк Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь. В субботу, 27 сентября, в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-21, ночью 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 17 градусов. Воскресенье 28 сентября в Анапе облачно. Температура воздуха днем плюс 20-22, в ночь на понедельник 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 17 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин